Всем привет, друзья! Сегодня я запускаю карьеру за игрока, а именно это будет португалец. Португалец, начавший свою карьеру в Порту, Адриано Сантос, сокращенно Адри. Этот игрок живет своей мечтой с детства, мечтой выиграть чемпионат мира. Но пока что он даже не игрок основы, имеет рейтинг 70. Но он уже заявляет, что хочет блеснуть в игре за сборную. Пойдем в первую тренировку за него, возьмем какие-нибудь легенькие задания. При этом беру самые тяжелые, ну да ладно. Попробуем, попробуем почувствовать этого игрока, прочувствовать его душу, карьеру. Как пошел, как пошел сразу. Блин, давали бы нажалку, хотя бы туда и очков бы требовалось. Он в ворота не попал, серьезно? Ой, ну тут вообще легко. Та-дау! Результаты, новый уровень 3, мы молодцы, 9 очков навыков. В общем, все шикарно. И первый матч у нас против Брайтона в Кубке Чемпионс Трофе. Играть матч, посмотрим, нас выпустят или нет. Нет, нас выпускает, мы ведем 1-0, и нас выпускает на 58-й минуте на ПФД. Потому что играем справа, правей, правого форварда. Короче, вы подняли все. И заменяем человека, который забил гол. Поэтому да, дорогого стоит. Так, флаги порту, играем дома. И вот он, 29-й номер уходит. Девятка, вместо него тренер наставляет меня. И что тут по оценкам? Удары, повороты, забейте голы. Вот два удара поворотом. Идеально. Что я делаю со штрафной с ростом со 79, будучи нападающим, я не знаю. Ох, Коста спасает. Так, 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 подключаемся в атаку. Скинул! Опа! Первая же атака, первая же атака, и она опасна. Она опасна, но тут слишком быстрые игроки против меня. О, я успел отыграть уже чудо. Так, мы бежим по флангу. У нас есть финты? Видимо, нет. Вот, подожди. Ну вот подождал бы, ну ё-моё. Почему нельзя? Вот тут есть клавиша дай вперёд, а нет клавиши подожди. Потому что, ну порой, правда, это максимально не нужно отдавать мне передачу заранее. Так, Адри. Ай, блин, замахич. Вот дай. Вот дай. Вот это идеально было. Это было идеально, но опять же, не убежать, не убежать. Или убежать, ударим. Пофигу, бьём, потому что нам нужен удар с вор. И. Фух. Вратарь на месте. Опа. Идеально. Идеально. Идеальная передача. Просто то, что нужно. И Иванилсон выходит чуть ли не один на один. И как? Как это не залетело? Просто ничего за матч не получилось сделать. Первым, блин, комом. Но надеюсь, что всё-таки удержим победу. Вратарь чужой пришёл. Что за бред? Зачем вратарь пришёл, если это как бы лига? Больщики порта ликуют. Мы выиграли всё-таки. Поэтому хоть что-то мы сделали для команды. 6-2. Один удар в свор. Ноль реализации. 3-4 минуты. Возможно, надо было всё-таки туда делать пас. Да, это печально. Выполнена только одна задача. Ну что, следующий матч в групповом этапе у нас против Фейнорда. Который, видимо, проиграл. У него ноль очков. Играем матч. И у нас нули. И выпускает нас вместо Иванилсона. На 55-й минуте. Двойная замена. Адри готов. Готов реабилитироваться за прошлую игру. И готов выиграть. Всё-таки этот матч. Уже забить первый свой гол. Адри. Адри выходит. В смысле только о победе. Просто отыграя вперёд. Идеально. Идеальнейше. Остановим. Остановим его. Он пролетает. И навесик. И навесик и бей. Очень мимо. Так, не начудите. Не начудите. Это главное. У нас вратарь поменялся. Не тот, который сел в прошлом матч. У нас в этом матче Клаудио. Так, мне отыгрались. Мне отыгрались. Я переважал и переведу на фланг мяч. Теперь сыграем в центр. В центр. Ну. Ну что-нибудь бы сделал. Ну просто ставить такой. А? Чё? А где? А, мяч. Уф. Клаудио тоже заслужил место, видимо, в основе. Угловой. Это хорошо. Это очень хорошо. Вот это не очень хорошо. Зачем я это сделал? Да, я явно не Димария и не Рионель Месси, а просто Адри Адри с оценкой 6-3. Нули, грустные нули. Два матча подряд ни одного гола мы не увидели. Вязкая игра. Игроки уже не так сильно доволены, как в прошлом матче. И, возможно, и тренер не захочет больше выпускать Адри на поле, потому что он мало что показывает. Да, оценка пала, и мы стали дальше от основы. Следующий матч против Валенсии. Групповый этап. Этап у них 3 очка, а у нас 4. Нас выпускают, но на 78-й минуте. Практически невозможно. Нас просят сделать, сотворить. Но надо выходить и разрывать. Надо выходить и разрывать, потому что другого шанса может быть. Может быть и не быть. Может и не быть. Ой, солнце светит. Формы, блин, вообще один в один. Так, порядок. Порядок. Дай. Так, Адри. Адри выходит один на один. Первый же момент. Первая передача. Выходит Адри. 3 минуты прошло. И забивает свой первый мяч за порту. Подбегает к угловому флажку. Бьет его. Что тут может быть идеальнее? Он просто набирал ход. Когда игроки отобрали, он просто уже бежал к чужим воротам. Уже бежал. И передача просто филигранная между защитников. И он просто обязан был забивать. Если бы он не забил, то тогда, возможно, его усадили на банку. И никогда больше бы не выпустили. Такое тоже бывает в нашем футболе. Если провалишь несколько матчей подряд, но тебя могут просто забить. Хотя какой талант мог срываться в его сердце. Но тут все получилось. Адри просто разрывается. Просто разрывается от счастья своим хвостиком. Эмоционально поддерживает всю команду. Команда снова несется вперед. Доверит ли? Может быть второй мяч? Ну! Адри приносит два гола своей команде за пять минут. Понятное дело, что все-таки отскок. Это вряд ли голевая передача. Но, блин, насколько же круто. Насколько же круто проявлять себя Адри в этом матче. И вот 86-я минута. И, скорее всего, мы забираем этот матч. Если сейчас не случится... Оооо! Беда! Но там Клаудио отражает удар от Кавани. Ух, как красиво зарядил Кавани. Не каждый вертарь мог бы это взять. Победа над Валентией. И мы уже, наверное, выходим из группового этапа. И все отлично. Тут уже все рады. Все обнимаются. Все. Все обнимают Адри. Довольны, что он вышел на замену. Он машет болельщикам. И все довольны, в общем-то. За 13 минут выдать такой матч. Так, наша тренерская оценка подросла. Выполнили все задачи. Нам дали уже 15 очков навыка. Поэтому пойдем прокачиваться. Пока, думаю, так. И рейтинг наш повышается уже до 72. Тут нет матчей особо. Это, видимо, какая-то передышка. Или что? Или мы реально не вышли из группы? Или не понимаю. Ну вот мы на втором месте идем. Тут еще много команд. Я думаю, турнир закончился или чего? Мы на втором месте. Кто знает, напишите в комментарии. Потому что я реально не понимаю. Ну что, мы сегодня познакомились с героем нашей карьеры. Который, надеюсь, будет радовать вас еще много матчей. Но на сегодня выпуск закончен. И в следующей серии уже сыграем матч Лиги против Спортинга, Аруки и Эстариля. Если нас вообще не будут выпускать, то может еще и Брагу зацепим. Но на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Если понравился выпуск, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. С вами был Лемурфифа. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok